Коронавирус бьет по недвижимости. Программа по сохранению жилья и коммерческих помещений, при которой арендодатель не может выселить арендатора, привела к большим проблемам для владельцев недвижимости. А все потому, что хозяин здания не получает денег за аренду и, как следствие, теряет возможность оплачивать свои собственные расходы – налоги, страхования, потечные или долговые платежи. По сути, власти защитили арендаторов на время пандемии, а вот про арендодателей забыли. Прежние пакеты помощи закончились, а новые пока не предвидятся. Что делать дальше? Вот об этом я поговорил с риэлтором Центральной Флориды, агентством Future Home Reality Ириной Паул. COVID-19 ударил в том числе и по рынку недвижимости. И мы знаем, что покупают недвижимость не только для того, чтобы в ней проживать, но и в качестве инвестиций. Например, для того, чтобы сдавать ее в аренду. Мы знаем, что до 1 октября действовал мораторий в штате Флорида на выселение людей из арендованного жилья. Сейчас он закончился. И скажите, это как-то повлияло на рынок недвижимости в целом, и в частности на инвесторов, которые владеют этой недвижимостью? Да, конечно. Я думаю, что COVID-19 повлиял на все сферы жизни, в том числе на рынок недвижимости. Что касается сферы инвестирования с целью получения прибыли, долгосрочной прибыли, то здесь лендлорды, то есть собственники жилья попали под удар. Им приходится вести диалог со своими арендодаторами, объяснять, что Eviction никто не отменял, то есть выселение. Это просто отложено сейчас уже до 31 декабря, потому что CDC продлил мораторию на федеральном уровне. И в любом случае Eviction ляжет большим клеймом на их истории аренды. Они должны это прекрасно понимать, что ничего не будет забыто. А какую позицию занимают, например, представители шерифа, которые приводят этот ордер в исполнение? Они исполняют вообще такие ордера на выселение? Это вопрос просто на миллион долларов, Сергей, потому что шериф является одним из главных звеньев цепи исполнения этого ордера, и все зависит от каунти. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что шерифы, несмотря на то, что получают распоряжение судьи, не соглашаются с этим и говорят, что мы подчиняемся федеральному ордеру или какому-то ордеру от мэра данного города, и мы не будем приводить в исполнение данный указ. Что может сделать лендлорд? Он может это оспорить, это будет стоить ему времени и денег. Он должен просмотреть, подходит ли его данный кейс под федеральный указ, потому что все равно есть определенные лазейки. Это может быть non-compliance, это может быть очень много различных вариантов развития события. Проблема COVID-19, она не закончена. Понятно, что вакцина ожидает в следующем году, к лету еще, и, по всей видимости, ситуация с выселениями, она будет продолжаться как минимум еще до следующего года. То есть цены, по логике, должны сейчас упасть на эмиссионную недвижимость. Это произошло или нет? Пока нет. Это парадокс. Цены продолжают расти. Если мы посмотрим по цифрам, то средняя цена жилья в Орландо и окрестностях сейчас составляет 311 тысяч долларов. В сравнении с прошлым годом рост составил 11%. 311 тысяч долларов – это сингл-фэмили-хаус? В общем-то, соединяются в одном, как говорится, котле цены на сингл-фэмили-хаус, на кондоминиум и таунхаусы. Все это собирается вместе и выводится средняя цена в 311 тысяч. Я уже обрадовался, например, как инвестор, что, наверное, сейчас цены упадут на коммерческую недвижимость. Надо как раз прикупить, подождать, когда мы победим этот COVID-19, и цены опять вырастут. Ну, такого, наверное, сейчас не произойдет. Что касается коммерческой недвижимости, я с вами, наверное, соглашусь здесь. Потому что, если вы хотите инвестировать в офис-спейс или ресторанный спейс 5-6 тысяч квадратных футов и меньше, то это имеет смысл, потому что многие площади, к сожалению, уже пустые. Я увидела, что лендблорды сменили замки. К сожалению, многие бизнесы вышли из строя и нескоро еще вернутся. Но есть прогнозы, что к 2025 году мы вернемся в прежнее состояние, что касается спроса на коммерческую недвижимость. Если вы долгосрочный инвестор, у вас есть возможность ждать, то сейчас неплохое время купить. А что касается, ну, в общем, цен на недвижимость в целом? Ну, не коммерческая недвижимость, а когда люди покупают жилье для себя, для того, чтобы там проживать, что там сейчас происходит? Дежурник недвижимости – понятие локальное. Мы будем говорить о том месте, где работаю я, это центральная Флорида. Рынок горячий, полностью рынок продавца. Я думаю, ни для кого это не секрет. То есть, если взять все предложение, которое сейчас предлагает наш рынок, то нам понадобится где-то два месяца для того, чтобы все это продать. Если бы мы были в сбалансированном рынке, это примерно шесть месяцев. Спрос подогревается людьми из других штатов. И также в связи с пандемией очень многие люди, у которых не было возможности или был страх что-то купить, сейчас они на это решились. Примерно 33% нашего рынка сейчас занято именно такими транзакциями. Это подогревает, соответственно, спрос. Цены на недвижимость растут достаточно быстро. Ну и благоприятные процентные ставки, где-то сейчас 2,8, позволяют людям позволить себе, как говорят, больше дома, more house. Они могут себе позволить больший бюджет того, чтобы купить. На данный момент я могу сказать, что цены не замедляются. Я уверена, что нас ждет коррекция. Когда она будет, я предполагаю, что не в ближайшие 12 месяцев. Пока по всем прогнозам, по всем моделям, вероятность того, что цены будут расти где-то 85%. Ирина, скажите, а вот если нет времени весь в работе, но очень хочется купить что-нибудь во Флориде, можно это сделать удаленно? Конечно, сейчас все больше и больше транзакций, по крайней мере, в моей практике, проходит именно удаленно. Когда клиент не видел ни меня, ни объекта, даже недвижимости вживую, которые он или она будет покупать. Сейчас все создано для того, чтобы такие транзакции имели место быть. И мне кажется, за этим, в общем-то, и будет будущее. Как это происходит? Клиент потенциально связывается с риэлтором. Все показы проходят удаленно через веб-камеры. Это может быть FaceTime видео или WhatsApp, что угодно. Обсуждается полностью вся картина того, что происходит с этим комплексом недвижимости, если это целый комплекс, если это дом или квартира. Далее покупка может, особенно если эта транзакция проходит за наличные, то все это может оформляться удаленно. Это подписывается через электронную подпись. Даже если клиент заходится вне Соединенных Штатов. Совершенно верно, да. Но для этого ему нужно будет пройти определенную вереницу вопросов. Желательно, чтобы у него уже был определенный, как мы называем, EIN-номер здесь. Если он есть, то это все упрощает любой вопрос. В принципе, это все возможно, это все заключается в течение 30 дней и даже раньше. Ирина, большое вам спасибо за ваше подробное объяснение. И будем рады вас видеть у нас в студии. Спасибо огромное. До новых встреч.